Традиционного салюта в центре Владимира в новогоднюю ночь не будет. Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Корпилович. Одна из причин отказа от праздничного фейерверка – экономия средств. В то же время городские власти предоставляют владимирцам простор для самостоятельных пиротехнических шоу. Единственная просьба очень большая – обращать внимание на пожарную безопасность. Понятно, что накануне Нового года наши специалисты совершили несколько рейдов, причем очень вдумчивых, по магазинам, которые торгуют фейерверками, пиротехникой. Везде эта пиротехника сертифицирована, отвечает всем требованиям. Но все-таки, что называется, доверяй на проверяй, поэтому, пожалуйста, поосторожнее. И хотя праздничный салют не состоится, выбраться на улицу в новогоднюю ночь все же стоит. Каток в парке Пушкина будет работать до 6 вечера 31 декабря и с часу ночи 1 января. Что важно, ценник не повысится. Выход на лед без аренды коньков будет стоить всего лишь 20 рублей для взрослых. Детям и студентам платить не придется. Взять коньки на прокат можно под залог. Карпилович уточнил, приезжать в центр можно будет уже к 11 часам вечера. На большом плазменном экране будет идти трансляция новогодних телевизионных программ, обращений, поздравлений, в том числе поздравления президента Российской Федерации. С часу ночи 1 января 2017 года начинается мощнейшая, ярчайшая новогодняя программа на Соборной площади. А те владимирцы, которые не захотят вставать из-за праздничного стола, смогут посмотреть онлайн-трансляции гуляний с площадей города. Видео будет доступно на сайте мэрии. Также Карпилович напомнил, по традиции, в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать бесплатно. А собственные автомобили можно припарковать на соседних с площадью улицах. Например, на муниципальной парковке на Спасской улице или же напротив бывшей автостанции на Батурино. Максим Палагин, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.